Россия сегодня начала вывод войск из Сирии. Тысячи боевых вылетов, ликвидированные боевики, освобожденные территорией. Об итогах спецоперации в Сирии, о том, как происходит передислокация и что думают об этом сами россияне, расскажет наш собственный московский корреспондент Дана Нуржан. Решение о выводе войск из Сирии было для всех таким же неожиданным, как и решение о вводе войск осенью прошлого года. С утра началась передислокация основной части группировки российских войск из Сирии. Самолеты с авиабазы Хмеймим перебрасываются в пункты постоянной дислокации в России в сопровождении самолетов военно-транспортной авиации. Это перелет в 5000 километров, поэтому они совершают посадку для дозаправки топливом и технической проверки. Всего из страны будет выведено около 80 самолетов, однако в Сирии останутся российские базы в Тартусе и Хмеймиме. По данным Минобороны, за полгода российские войска уничтожили около 200 объектов нефтедобычи и более 2000 так называемых наливников, средств перевозки нефти. При поддержке российской авиации сирийские войска освободили 400 населенных пунктов, заявляют представители Минобороны. Под контроль государства возвращены практически все территории, ранее захваченные террористами. Как часто подчеркивают представители российской власти, спецоперация началась по просьбе законного президента Сирии Башара Асада. Это была задача предотвратить захват террористами Сирии, чтобы образовался террористический анклав, контролируемый исламским государством Ан-Нусрой, который мог бы оказывать негативное влияние на процессы, в том числе и в самой России, на постсоветском пространстве. Плюс была вторая задача, очевидная, чтобы позиция России по Сирии была как-то подтверждена силой и была услышана. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, операция в Сирии способствовала созданию условий для политического процесса. Между правительством Сирии и силами оппозиции установлено перемирие. Начинается переход к политическому процессу. Мы будем следить за перемирием, мы будем следить за Женевой, мы будем следить за тем, каким образом идет этот диалог, мы будем следить за тем, каким образом в военном смысле Асад и оппозиционные силы сегодня ведут войну с ИГИЛ дальше. Мы далеко не ушли, мы не попрощались. Мы сказали, условия есть у вас? Занимайтесь политическим диалогом. Если будет востребовано, то мы всегда готовы и будем делать это самое главное в рамках международного права. В Сирии это или где бы это ни было. И по последним заявлениям Минобороны, российская авиация продолжит наносить удары на находящиеся в Сирии объекты ТГИЛ и других террористических группировок. Дана Нуржан, Тимур Алтенбаев, Россия, 24КЗ.